Вот этот фельдшерско-акушерский пункт в Кудепсте обслуживает жителей сразу двух поселков – Каштаны и Дубравный. Его недавно капитально отремонтировали. А вообще здание не видело ремонта с момента своей постройки. Более полувека. Как рассказывают в администрации сельского округа, от старого ФАПа остался только фундамент и стены. Все остальное заменили. Внутри тоже сделали ремонт, как в приличной больнице. Теперь даже таблички на дверях, на двух языках. Старожил поселка Каштаны Ншан-Акапян здесь частый гость. Давление скачет. Говорит, таким медпункт не был никогда. Отлично сделали. Раньше такого не было. У нас в селе это пробковая плантация. Ни тут такого не было. Вот это, что построили, это молодцы. Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Каштаны отремонтировали по поручению мэра Сочи Анатолия Пахомова сразу после его визита в сельский округ в сентябре. Та же история с детской площадкой. Новую жизнь ей дали не без помощи селян. Вообще ТОСК Удептинского сельского округа активно участвует в жизни Каштанов и Дубравного. В их активе только за последний год 6 субботников, 30 тонн вывезенного мусора и не только. Была сделана подготовка спортивной площадки под озеленение. Завезено 50 машин грунта. Грунт, который предназначен был для выравнивания. На субботниках люди проявляют активное участие. Село, в общем, очень дружелюбное, дружеское село. И друг другу в основном сельчане помогают. Сельская жизнь с городскими удобствами. Теперь так говорят о населенных пунктах Кудепсты. Поселки соединяет капитально отремонтированная дорога. 6 километров гладкого асфальта. Вдоль нее новые контейнерные площадки для мусора и новые остановки. Эти павильоны, кстати, раньше служили Олимпийскому парку, теперь жителям Каштанов. И главное, в округ пришел долгожданный газ. Газофикация закончена в настоящее время. Людям выданы технические условия. Сейчас, чтобы газ появился у трубок, все зависит от активности людей, как они проявят свою инициативу по подключению к газовой системе. Единственная проблема, которую осталось решить в поселках, это центральное водоснабжение. Пока же здесь пользуются водой и скважин, и местных источников. Но есть и вопросы, которые по силу решить самим селянам. Перед Новым годом постараться привести в порядок свои участки, заборы и фасады домов. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.